В рамках федеральной программы поддержки моногородов «АллатР» получил немалые финансовые средства на развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Как обстоят дела сегодня, насколько успешно реализовали комплексный инвестиционный план, говорили на расширенном совещании по итогам социально-экономического развития за 2015 год. В совещании принял участие глава Чувашия. Визит в «АллатР» Михаил Игнатьев начал с посещения электроавтомата. Когда-то это предприятие было градообразующим, и от его работы зависело благополучие многих «АллатР»цев. Коллектив пережил разные времена, но сумел сохранить производство. Михаил Игнатьев побывал в гальваническом цехе. Он подвергся кардинальной модернизации. Сейчас линия полностью автоматизирована, что в лучшую сторону сказалось на качестве продукции. Врага вообще нет, да? Ну, стараемся. Комплектующие, то, что там химорегенды берете, подорожали, наверное, да, практически? Ну, это, как у всех. Сколько процентов отношений? Ну, я не знаю. В принципе, сложно говорить, да? Сложно говорить, но по драгметаллам ежеквартально. У нас драгметаллов очень много идет. Ежеквартально драгметаллы дорожают. Поэтому большой рентабельности нет. Я сказал, что госзаказ в основном, вот объемы, как бы, если по прошлому году, вот, ваши помощники, министр экономического сказал, вот у вас, говорят, по объемам падения, да, то, что мы лишнего сделали 3% в прошлом году, а в этом году мы сделали, произвели меньше, но продали мы практически на уровне, и производство у нас... По году уже нормально там у вас? У нас все нормально, мы лишнего ничего не делаем, потому что сейчас нельзя на склад работать. Сегодня же глава Чувашия провел встречу с руководством муниципалитета, а также принял участие в расширенном заседании собрания депутатов. Оборот предприятий города превысил 8 миллиардов рублей, что на 20% выше уровня 2014 года. Сохранили темпы роста механический завод, бумажная фабрика, Элтех и СКМ. Важной составляющей экономики является малый и средний бизнес. За 2015 год численность работающих увеличилась на 3% и составила 4400 человек. На стадии реализации сейчас находится 6 инвестиционных проектов, еще на 130 новых рабочих мест. В 2015 году в бюджет «АллатРи» поступило доходов в сумме 517 миллионов 200 тысяч рублей, а 70% – поступление из федерального и республиканского бюджета. Собственные доходы в прошедшем году составили 157 миллионов 200 тысяч рублей и по сравнению с 2014 годом снизились на 2,4%. Основное снижение допущено по единому налогу на умененный доход и земельному налогу по причинам снижения налогооблагаемой базы. Ряд организаций и частных предпринимателей перешли на упрощенную, более выгодную для них систему налогообложения. В сфере земельных отношений нарушения встречаются чаще всего, отметил Михаил Игнатьев. Слишком лакомый кусок, поэтому администрация города должна взять под жесткий контроль ситуацию с неплатежами. Это уже уголовно нахозимое деяние, потому что прокуратура, МВД четко занимается, у них четкие установки. Все вопросы коррупции – это в земельных отношениях, в отношениях с муниципальной собственностью, государственной собственностью. Это тоже никому не секрет. В плане пополнения собственных доходов администрация города очень рассчитывает на развитие в АллатРе туризма. Мы вырабатываем концепцию развития паломнического, историко-культурного, событийного, школьного, патриотического, а также новых видов – это гастрономического и фольклорного туризма. По нашей задумке проект будет называться «АллатРь. Центр христианства по Волжье. Музей под открытым небом». «АллатРь» уже выиграл российский грант на создание кинозала, соответствующего современным стандартам киноиндустрии. Поддержку могут получить и другие частные инициативы с помощью федеральной корпорации поддержки малого и среднего бизнеса, представители которой были в Чувашии на днях. Глава республики наградил тружеников района, а также вручил свидетельства о назначении специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую стремленность. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика.